Здравствуйте И снова на арене Вот я хочу... А, да Вот Олег пел песню там первую Там у него были строчки как раз о девушке, которая лежала на песке Вот у меня есть перекличка, я вспомнил И тоже, кстати, подражание Вертинскому Вот Вертинский звучал, он еще сегодня прозвучит Вот как бы написана песня «Не судите строго» в 24 года Очень давно на пляже Вифпатория На ней был купальник телесного цвета И издали людям казалась ногая Мужчины сгорали от сладкого света При каждом движении и снемогая А женщины делали вид, что слепые И томно вздыхали, и строили мины Но из-под взглядом пантерьем следили за тем Куда смотрят упрямо мужчины Ее ненавидели и ревновали За смуклые плечи, за губы, за праздность Но гладила солнце и волны ласкали Ее безостенчивую сладострастность И только единственный розовый мальчик Как будто амурчик, грозящий Из лука все тыкал в ту сторону Крохотный пальчик Какая волшебно красивая кукла Най-на-на-на-на-на-на-на-на-на Следующая песня, написанная от лица некого предмета, Но она тоже в итоге про любовь. Я тряпка половая, ползу едва живая, По полу от паркетинги к паркетинге. Я сделана из хлопка, но так нерасторопна, А может, дело все в плохом паркетинге. Раньше я бывала, роскошным покрывала, Почти что каждый вечер с новым пленником. Теперь меня шпыняют, и ноги вытирают, И спать кладут с каким-то драным веником. Снится мне началь, что я легка как тюль, Как паруса в предчувствии мистраля. Но утром мнет мой профиль, и гасит мой июль. Жесток я домохозяйка Галя. Кому-то это надо, горячесть до упада, По всем углам стирая на пыль презренную. На пару с этой галей уют мы вас остали, И блеск, и чистота на всю вселенную. Вечером приходит подвыпивший супруг С одной и той же шуткой Гутен Морген. Усталая хозяйка с тоской глядит вокруг, Берет меня и пьет ему по морде. И я, касаясь страстной поверхности лица, Гляжу в глаза причудливо косые бабы. Вот так вот любят бабы супруга-стервеца, Проклятый половой вопрос России. Ну и в конце своего распространения Оксана сказала про мою книжку. Я учился в самые такие интересные годы В Московском авиационном институте На шестом факультете космонавтики и летательных аппаратов. У нас была очень интересная культурная жизнь. Я, собственно, даже и поступал-то не в институт, А в КСП МАИ. Вот как бы и там я выступал с песнями. И вот как-то я вырос, когда с пятого курса ушел. А потом у меня все это собралось. Какие-то свои истории, какие-то истории я у знакомых, У ребят, соседей по комнате, по этажу набрал. И родилась у меня такая книжка «Майовский букварь». Она на, это слово, краудфандинговой системе на сайте «Планета». Вот там я собрал приличную сумму, вот, собираюсь ее издать. Если захотите, посмотрите, вот там «Майовский букварь». Вот. Ну и вот история оттуда, она, кстати, связана с песнями. Это случилось в 86-м году на московском слюте КСП 1 мая, который после 6 лет, вот, он был возрожден. Как вот мы туда приехали хвостами, потому что, на самом деле, там все было засекречено самими устроителями во главе с Карибовым. Вот. И, значит, наш заводил из соседней комнаты, он вечный студент, Женька Меренков, повел нас туда, на этот самый фестиваль. И я удолжил у кого-то из соседей по этажу солдатскую шинель, которая, а мне было еще 19, вот, она, эта шинель, делала меня взрослее, как бы, и мудрее. Мы разложили свои матрасы надувные, спальные мешки на траве, и часов 5-6 там слушали, как люди пели, вещали с дощатой сцены. Вот, песни текли сплошным потоком, радовали, ну, чаще как-то утомляли, все это текло, влекло, усыпляло, пока я не наткнулся взглядом на объект, который сидел рядом. Вот, объект был женского пола, приближался вечер, холодало, объект ежился, и в ответ, на мой взгляд, извинительно улыбнулся, ну, вот, неувязочка, в смысле теплых вещей. А у нас был полный боекомплект. На мне была шинель, подо мной надувной матрас, плюс ноги, на всякий случай, были укрыты общежитейским одеялом. Шустяным, не ватным, но все-таки. И я почувствовал неожиданно себя немного взрослей. Ну, в общем, джетменом таким себя почувствовал. И с удивлением обнаружил, что уже стою, и вежливо предлагаю зябнущей даме свое одеяло. Дама одеяло приняла. Одеяло положило начало знакомству. После концерта мы ходили в сумерках, я в шинеле, она в одеяле, по лагерю дымящему кострами. То я ее провожал, то она меня провожала. И все никак не могли вот напровожаться. Ее звали то ли Роза, то ли Рита, то ли Рая. Она была из Одессы. Театральный костюмер проходила практику в Ленкоме. И мне так не без кокетства сообщает, что на днях в тамошнем лифте ее поцеловал сам Янковский. И с таким ленинским прищуром посмотрела на меня, любуясь эффектом произведенным. Видно, я должен был завидовать, что меня-то Янковский не целовал. Меня вообще в то время мало целовали. Честно говоря, вообще не целовали только мама при встрече и расставании. И я как-то уже комплексовал в этой нецелованности. Неприручно для 19-летнего человека. Может, поэтому я не вполне сообразил, чего ждала от меня 26-летняя женщина. Она звала меня к речке. Послушать птичек. Но у реки было холодно. И потом, зачем слушать птичек? Я и сам неплохо пою, как мне казалось. Причем, как и птички, песни собственного сочинения. И больше всего на свете в этот вечер мне, конечно, хотелось поделиться с новой знакомой своими песнями. И чтобы она прониклась и поняла, какой я все-таки талантливый. Ну, я много ей напел песен, но до речки мы так и не добрались. После очередного шедевра эта Роза или Рита или Рая глубоко зевнула и сообщила, что хочет спать. А перед расставанием все-таки с интересом и сочувствием прошлась взглядом по моей мужественной фигуре в серой шинели. И вежливо поинтересовалась, сколько мне все-таки лет. Я честно ответил, я ж не женщина, чтобы врать про возраст. А, вздохнула Роза или Рита или Рая. А мне казалось, ты постарше. Это потому, что я в шинели. Гордо ответил, я забираю одеяло. Спасибо. Моевский буквай.